Глава 13. Рождение светового тела Для следующего этапа развития человечества на нашей планете знаменитый ученый и шаман из племени инков Альберто Виллоде изобрел термин «Homo luminos» — «человек светящийся». Мы находимся в процессе эволюции нашего вида «Homo sapiens» — вид «Homo luminos». Хотя многие духовные традиции мира утверждают, что этот переход доступен любому человеку, до недавнего времени он считался утраченной духовной технологией. К счастью, теперь он вновь открыт широкой общественности. «Homo luminos» — это результат практики йоги и естественные средства просветления. Чем мы осознаннее, тем яснее нам становится практика светового тела. Чем больше мы пробуждаемся, тем отчетливее мы видим энергетические поля и световые тела других людей. Постепенно мы учимся активировать свое световое тело. Наука все ближе подходит к пониманию того, что сознание — это центральный аспект всего в мире. Расширение и сжатие Вселенной, описанное в «Теории Большого Взрыва», на удивление напоминает индуистский миф о том, как вдыхает и выдыхает Брахма, циклично творя и разрушая Вселенную. Если время существует только относительно пространства, то миллиардам лет больше или меньше — какая разница? Все это лишь сон. Понемногу начиная видеть многочисленные чудеса Вселенной, как внутри, так и снаружи нашего тела, мы узнаем, что каждый из нас играет важную и главную роль в схеме общего существования. Мы тесно связаны со всем сущим и являемся добровольными проводниками естественного проявления единой жизненной силы. Несмотря на это, мы нередко чувствуем, что находимся в ловушке. В ловушке своих физических тел, а также своих теневых энергий. Мы чувствуем себя бессиленными, одинокими и потерянными. Но теперь все изменится. Теперь мы изучили суть даусской алхимической науки и поняли природу страданий. Кроме того, мы научились очищать свои энергетические тела и освобождать ум от власти теневых энергий. Мы знаем, как восстановить заблокированный поток энергии и утраченную связь между подсознанием и сверхсознанием. Коротко говоря, мы собрали знания, которые требуются нам, чтобы определить свои проблемы, восстановить нарушенное равновесие и подключиться к чистой энергии природы, одновременно программируя в свои энергетические поля новые здоровые установки. Теперь-то мы должны почувствовать себя полноценными, верно? Не совсем. Дело в том, что, обретя способность пробудиться, мы встаем перед парадоксом. Да, теперь мы знаем, как вырваться из состояния транса и начать планировать ход своей жизни. Но мы также знаем, что должны отдаться на волю сверхсознания и стать его проводником. Оказывается, нам нужно избавиться от своего эго, чтобы мудрость Дао смогла свободно вести нас по жизни, как осознанных сотворцов реальности. Вот он, основной парадокс даосского учения. Мы уже давно усвоили, что большинство проблем возникают именно из-за наших попыток все время что-то делать. Во время медитации мы научились практиковать бездействие, просто быть в моменте. Эта практика помогает нам увидеть три следующие вещи. Ежедневно мы пребываем в безумном состоянии. Нам не обязательно ему поддаваться. Нас освобождает от него пассивное бытие, во время которого мы не реагируем каждую секунду на миллион событий и обстоятельств. Здесь возникает первая пауза в нашем болезненном стремлении постоянно действовать. Мы начинаем практиковать бездействие, находим правильное состояние, в котором нам комфортно. и рано или поздно ощущаем голод. Или нам нужно сходить в уборную. Может быть, у нас затекают ноги от долгого сидения, и нам нужно пройтись и потянуться. Мы встаем и видим за окном птицу, смотрим на нее и улыбаемся. Выйдя на улицу, чтобы размять ноги, мы встречаем соседа, и он предлагает нам посмотреть интересное видео. Видео оказывается про то, как в Арктике погибают полярные медведи, и оно нас глубоко трогает. На следующей неделе двоюродная сестра зовет нас принять участие в собрании, посвященном глобальному потеплению. И мы соглашаемся. Там мы встречаем любовь всей своей жизни, и вместе отправляемся путешествовать по экзотическим странам, пытаясь улучшить экологическую ситуацию. И все это время мы следуем по пути, к которым нас ведет сама жизнь. Здесь уместно вспомнить западную концепцию откровения. Да, он наметил наш путь уже здесь и сейчас. Мы так потерялись в абстрактном поиске смысла жизни и в мыслях о том, что же нам делать, что не видим пути прямо у себя под носом. Вместо того, чтобы наслаждаться путешествием, мы зря стачиваем тормозные колодки и истощаем свои жизненные силы. Итак, первый акт бездействия – высвобождение ума и энергии из-под власти тени для того, чтобы наслаждаться настоящим моментом. Когда мы пребываем в моменте, нам открывается вся красота и благодать мира. Это, однако, никак не объясняет те парадоксальные усилия, которые требуются от нас для завершения великой работы. Так как же нам примирить расслабленный даотский подход бездействия с его этикой усердного труда? Вы, возможно, помните, что название кунг-фу буквально переводится с китайского как «тяжелый труд». Мой мастер по кунг-фу начал учиться этому искусству еще ребенком, поступив в китайский монастырь. Его будни были наполнены работой по хозяйству, при этом каждый день ему по несколько часов нужно было проводить в позе всадника. Эта поза помогает опускать энергию в нижний дантянь, одновременно укрепляя ноги и развивая силу воли, джи, в почках. Так мой учитель вместе с остальными молодыми монахами должен был тренироваться в течение как минимум года. Только после этого им позволено было начать осваивать первый удар. Так как же даосы высокого уровня одновременно самоотверженно занимались выматывающими физическими упражнениями и при этом учились расслабляться? Как они сочетали постоянную занятость и тренировки с аксиомой «даоское действие – это бездействие»? Воплотившись на этой планете мы сталкиваемся с неизбежным искажением реальности. Даже если у нас идеально гармоничные семьи и мы растем в благополучной обстановке, нам все равно приходится иметь дело с общей умысленной патологией всех людей, страданиями и утечкой энергии в тень. Вот почему монастыри предпочитают принимать на обучение детей до определенного возраста. Они меньше накопили мусора. Итак, предположим, что большинство из нас не росли в храме Высоковки Малаих, что мы воспитывались на Западе со всем присущим ему безумием. Мы накопили существенное количество отрицательных эмоций и мыслей, которые перенаправляют нашу энергию в тень. Мы довольно прилично себе навредили, и нам предстоит приложить немало усилий, чтобы исправить ситуацию. Вспомните из головы о природе страданий наши обсуждения и кармы. Карма означает всего лишь действие. Вы, вероятно, согласитесь, что за годы жизни в вашу тень ушло довольно много действий. Можно даже сказать, что вы подсознательно приложили немало усилий, чтобы привести себя в полную разруху. Можно в течение нескольких лет практиковать бездействие, чтобы избавиться от накопленного негативного заряда. Но даусские мастера обнаружили, что для большинства людей лучше работает смешанный подход, особенно для людей на Западе. Конечно, изредка какого-нибудь ученика осеняет, он мгновенно очищается от накопленного мусора и просветляется. Но это происходит очень редко. Что же делать всем остальным? Работать. Понемногу внедрять в свою жизнь позитивную карму. Развивать привычки и ритуалы, которые каждый день по нескольку раз в день напоминают нам. Проснитесь. Мы то и дело впадаем в транс, подавшись влиянию своей тени. Поэтому нам нужны постоянные напоминания и практики, чтобы не засыпать. Это мощный и эффективный способ в короткое время достичь реального результата. Так мы разрешаем парадокс. Мы старательно трудимся и учимся, чтобы стереть результат своих прежних усилий и не дать себе вновь провалиться в сон. Одновременно с этим мы практикуем бездействие в отношении своих умственных и эмоциональных привязанностей. И развиваем сильное энергетическое поль. Мы также высвобождаем энергию, застрявшую в своей тени. И учимся видеть реальность такой, какая она есть на самом деле. Мы пытаемся понять, что значит расслабляться. Прилагая усилия, мы смешиваем действия с бездействием. Точно так же, как балансируем инисиян. мы приучаем себя расслабляться в глубокой стойке всадника и стараемся оставаться расслабленными до самого момента решительного удара и не скажем до выступления с презентацией перед полным залом людей. Мы осознаем поток своей энергии и умеем останавливать утечки. при этом наша речная сила растет и мы ощущаем живые потоки дао постоянно идущие сквозь нас. По сути у нас возникает глубокое понимание своей истинной природы и мы продолжаем культивировать и очищать свою энергию двигаясь к конечной цели развитию светового тела и его активации. Световое тело в разных традициях В этом разделе мы коротко обсудим традицию развития светового тела в разных культурах. Это не полный список, а лишь пример того, как широко распространены в мире знания по этой теме. Десятки культур тысячелетиями занимались очень серьезными исследованиями светового тела. Затем эта духовная наука была надолго заброшена, но сейчас она вновь переживает возрождение. Чем больше мы пробуждаемся, тем сильнее она нас интересует. Мы медленно вспоминаем то, что считали утраченным навсегда. Поскольку эта книга не задумывалась как кросс-культурный анализ разных практик, связанных со световым телом, я привожу здесь лишь краткие отрывки из разных традиций. Считайте их приглашением глубже исследовать любую традицию, которая покажется вам наиболее привлекательной. Нам немного известна египетская традиция создания светового тела. До наших дней она дошла до нас лишь в том виде, в котором ее восстановили историки антропологи. Однако жрецы этой древней традиции все же оставили на у нас средство свое видение возносящегося светового тела. Вот отрывок из египетского руководства по маке. Египтяне делили человека на разные составляющие. Первым было физическое тело хат. Это тело окружали несколько слоев тонких тел, каждая эфир не предыдущего. Первое самое плотное называлось тенью или хайпет. Далее шло К эмоциональное тело. За ним следовало сердце или Абб. Потом душа или Ба связанная с К через Абб. Ба располагалась в духовном теле или Сах, которым управлял дух или Ху. Эти и другие составляющие части человека подчинялись высшим божественным аспектам или Хапам. Хам значит звезда. Тонкое тело мага или световое тело это основной инструмент используемый при некоторых манипуляциях нижней магии и почти при всех операциях высшей магии. По сути это живая аура, которая охватывает физическое тело и немного выходит за его пределы. По форме она напоминает овал или яйцо и содержит разноцветные кружащиеся энергетические потоки, которые выражаются в мыслях и эмоциях. пересечения между этой парадигмой и той даосской системой, которую мы с вами обсуждали, очевидны. Египтяне славились своей связанной картиной мира, которую веками сохраняли, передавая друг другу, тайное религиозное общество. Значительная часть этой системы и сегодня хранится такими обществами на западе. Тибет Тибетская теория святового тела достаточно ясна и прекрасно задокументирована. По сей день есть практики, которые занимаются этой работой и служат живыми носителями традиций. Хотя Тибет пережил немало разрушений и конфликтов, значительная часть традиций сохранилась вне страны. За что мы должны быть бесконечно благодарны. Вот отрывок из текста Нурбу Римпочи. Джаву или тело света, которое реализуется через практику дзокчена, отличается от гулу или иллюзорного тела, которое реализуется через практику высшей тантры. Гул зависит от тонкой праны человека. И так как прана в дзокчене всегда сочетается относительным параметрам, гулу не рассматривается как полная реализация. Джаву или тело света это способ реализации присущей мастерам, которые довели практику лонгде или мангагде до высшего уровня. Эта традиция дошла до наших дней, прерываясь лишь на самое незначительное время. Дарий Нурбурин Пуче рассказывает о неком мастере, который решил, что пришло время ему умереть. Он попросил учеников закрыть его в палатке и оставить на 7 дней. Ученики спустились с горы и ждали в течение 7 дней, разбив лагерь у подножья. За это время часто шел дождь, и они много раз видели радугу. Затем они поднялись на гору и открыли палатку, которая стояла зашитой, точно так, как они ее и оставили. Внутри они нашли лишь одежду своего мастера, его волосы и ногти. На нем была одежда мирянина, и она так и осталась лежать там, где он сидел, по-прежнему перехваченная посередине ремнем. Он сбросил ее, как змея сбрасывает кожу. Тибетцы много веков культивируют то, что называют радужным телом. В их культуре есть посвященные этой теме подробные практики, которым и сегодня следует тысячи учеников. Считается, что великие тибетские мастера могли осознанно сбросить свои физические тела и превратиться в тело из чистого света. Китайские даосы обладают одной из древнейших традиций алхимии и работы со световым телом. Как и в случае Тибета, значительная часть этой работы подробно задокументирована в классических даосских текстах. К тому же немало информации передается в устном путем. Учителя делятся этой мудростью с учениками только тогда, когда те готовы к ней. В мельчайших подробностях практика работы со световым телом сохранилась в китайской традиции. Вот пример из текста о подготовке бессмертного зародыша. Этот метод означает, что три сущности, воспроизводящие сила, жизненность и духовность, соединились в яркий лунный свет, поднимающийся от нижнего к среднему, а затем и к верхнему донтяню. Прежде чем практикующий начнет видеть перед собой падающий снег и танцующие цветы. После достижения центра солнечного сплетения дзангун духовный зародыш начинает выращиваться зародышевым дыханием. Нижний дантянь это то место, где воспроизводящие силы сублимируются в жизненность. Средний дантянь солнечное сплетение место, где жизненность сублимируется в духовность. Наконец, верхний дантянь в мозге ревань место, где духовность сублимируется для своего полета в пространство. Китайцы написали целые тома подробнейших инструкций, описав в том числе потенциальные ошибки. Этот отрывок лишь иллюстрации того, как глубоко практики даоса погрузились в эту узкую область знаний. Важно помнить, что световое тело есть только одно, хотя разные традиции описывают его немного по-разному. сам я принадлежу к даосской традиции и считаю, что в даосизме путь развития описан очень хорошо, ученикам легко ему следовать. Это, разумеется, ничуть не умаляет достоинства других систем. Я изучал многие из них, и каждый, как мне кажется, содержит необходимую часть общей картин. Нужно учитывать, что во многих культурах эти знания долгое время скрывались и искажались, так что в каждой отдельной теории может чего-то не хватать. Строго говоря, в китайской культуре до сих пор принято скрывать эту науку. В прежние времена знания светового теля давали обладавшему ими клану преимущество над остальными, поэтому их тщательно охраняли от посторонних. Однажды моего учителя, получившего традиционное китайское воспитание и незамеченного в симпатиях к хиппи, спросили, откуда изначально взялись наши знания. Он сказал, из Атлантиды. Все слышавшие это ученики были в шоке, но затем мы решили, что в этом ответе есть смысл. Мы находим разные составляющие учения о световом теле в разных культурах по всему миру. Это может указывать на то, что когда-то в прежние времена мы владели этим знанием по всей его полноте, а потом почему-то утратили его. Сегодня оно вновь вновь открывается. Индия В индуизме также имеются недюжинные познания в области светового тела. Ученые-индуисты являются прямыми наследниками этических знаний об устройстве энергетических систем в организме, а их умения в области йоги и дыхательных практик говорят сами за себя. Вот отрывок из автобиографии Парамахансы Йогананды. Пока душа человека содержится в одном, двух или трех телах-сосудах, прочно запертой как пробками, неведением и желаниями, человек не может слиться с океаном духа. Когда убогая физическая оболочка уничтожает молотом смерти, две другие оболочки остаются на месте и не дают душе осознанно присоединиться к вездесущей жизни. Когда через мудрость мы достигаем отсутствия желаний, его сила растворяет два оставшихся сосуда. Крошечная человеческая душа вырывается наконец на свободу. Она едина с неизмеримым эссапирием. Высвободившись из кокона всех трех тел, душа навсегда спасена от закона относительности и становится вечной. Вот она, бабочка вездесущности, с крыльями, украшенными звездами, лунами и солнцем. только начав знакомиться с этими системами, мы сразу же понимаем, что это надолго. Немало умнейших людей посвятили их изучению всю жизнь. Однако те, кто сочетает подобную интеллектуальную отдачу с практикой полученных знаний, единицы. Значительное количество самых прославленных духовных учителей нашей планеты были родом из Индии. Индия по сей день остается мировой сокровищницей духовных знаний и святых, практикующих эти знания. Это страна, где Бог ощущается в любой будничной деятельности. Инки После завоевания инков испанцами от их живой традиции почти ничего не осталось. Когда-то эта великая империя славилась своими звездочетами и врачевателями. Впрочем, недавно Сан спустилась несколько шаманов, чтобы передать людям знания древних инков. Они считают, что в связи с предстоящими планете изменениями, людям пришло время объединиться и вспомнить все, что они когда-то знали о светящемся теле. Одним из тех, кто сыграл важную роль в распространении этих знаний на Западе был Альберто Вилолдо. Вот отрывок из одной его книги. Светящееся энергетическое поле имеет форму пончика, фигуры, которую в геометрии называют Тором. В сердцевине поля находится тончайшая ось, туннель, низшей и толщины одной молекулы. Инки называют это отверстие рора или светящийся пузырек. Те, кто испытал околосмертные переживания, рассказывают о путешествии по этому тоннелю к пылающему в его конце свету. Человеческое энергетическое поле, копия магнитного поля Земли, которое распространяется от Северного полюса, дугообразно охватывает всю Силовые линии светящегося энергетического поля исходят из темени и подогом спускаются вдоль светящегося тела, образуя большой овал, который простирается на расстоянии вытянутой руки. Наше энергетическое поле погружается в Землю почти на 25 сантиметров и смыкается в стопах. Поразительно, как знакомо это звучит. Благодаря распространению этих знаний традиция инков переживает сегодня невероятное возрождение. Авраамические традиции Мистические учения древних иудеев стали предметом изучения Кабалы, который опирается на древнеегипетские знания. Во многом эта традиция перешла в христианство и ислам и хранится секретными религиозными обществами. Вот что пишет исследователь об изображении святового тела в иконописи. Сияние, исходящее от всего тела, иногда называют ореолом. На иконах, изображающих, как правило, Христа или Богородицу, реже святых, оно окружает все тело. Этот ореол часто имеет вид мандорлы, сияния миндалевидной формы, особенно вокруг Спаса в Силах, у которого, к тому же, нелетко есть и нимб. На иконах, изображающих преображение, часто можно увидеть ореол более сложной формы, особенно если они принадлежат восточной православной традиции, как знаменитая икона в Московской Третьяковской Галерее. На художественных изображениях просветленные святые всегда окружены своими световыми телами, от них исходит божественный свет. Превосходным примером появления светового тела служит история преображения Еноха. Вернувшись на землю, Енох говорит своим детям, что хотя не видит его в образе земного Еноха, человек, кроме него существует Енох Ангел, Метатрон, побывавший перед лицом Бога. Развитое световое тело Еноха позволило ему предстать перед другими людьми в человеческой форме и одновременно быть перед Богом. Еноху удалось преодолеть законы трехмерной реальности благодаря пониманию сути вещей и развитию светящегося тела. Возвращение домой Возникновение просветленного человека потрясающее зрелище. Во время этого процесса искривляется время и пространство и возникает нечто совершенно особенное. Если бы Земля была школой, а мы учениками в ней, к сожалению, выпускников в этой школе было бы совсем немного. Что означает выпуститься из школы Земли? Как нам понять то, что говорят нам разные традиции и что делать с этой информацией? Ответ очень прост. Мы уже знаем. Посмотрите на принципы идеи, которые мы изучали в этой книге. И вы поймете, что каждый день сталкиваетесь с энергетическим обменом в той или иной форме. Мы уже научились максимально усиливать поток энергии через свое поле и избавляться от помех блоков на его пути. Мы научились возвращать себе ту силу, которая по нашей же воле оказалась заперта у нас в тени. Мы поняли, как нечаянно порождали демонов и передавали их другим. Понемногу избавляясь от всех этих недугов, мы приходим в интересную точку. Будда на смертном адре говорил своим ученикам, будь и светом для самих себя. Кто брящит свет и прибежище в истине и не станет искать их ни в чем ином, кроме самого себя, то он будет истинным учеником моим, вступившим на истинный путь. Похожее наставление мы видим в Библии. Пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы видны были ваши добрые деяния и чтобы люди прославляли вашего небесного Отца. Да ли свет с вами веруйте в свет, да будете с нами свет. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света. Вот к чему мы стремимся. Направив свет осознанности внутрь себя, используя алхимический процесс, мы сможем познать чудеса и тайны вселенной. Высвобождая все больше энергии, очищая и облагораживая ее, мы начинаем лучше понимать реальность в ее истинном виде. Этот процесс очищения способствует к гладкому течению энергии по нашим внутренним меридианам и открывает восемь чудесных меридианов, которые отвечают за интуицию и внутреннее зрение. Этот уровень развития подготавливает нас к следующему шагу. Срияние иниян на каждом уровне нашей энергетической системы. Сначала мы развиваем и уравновешиваем нижний дантянь. Когда его энергия становится крепкой и сильной, мы используем ее, чтобы открыть, очистить и уравновесить энергию среднего дантянь, расположенного вокруг сердца. затем, достаточно поработав со средним дантянем, мы переходим к верхнему дантяню, третьему глазу, и, наконец, к макушке. Далее наступает черед специальных дыхательных упражнений, которые позволяют нам создать то, что даосы называют бессмертным зародышем. Это энергетическое поле, которое мы ежедневно культивируем и питаем, вкладывая в его развитие немало внимания и усилий. Когда это новое тело сформировано, мы сбрасываем свою физическую привязку к трехмерному пространству, и домом для нашего расширенного сознания становится уже новая оболочка. На этом уровне развития многие мастера могут творить чудеса, потому что их больше не ограничивают законы трех измерений. Например, Баба-Джи и Люй-Дунь-Бинь наряду с другими вознесенными учителями могут воплощаться по собственному желанию и принимать любую физическую форму. У них нет никакого фильтра или искажения между желаниями и их мгновенной манифестацией. Они развелись до состояния, на которое имеем право мы все. они стали примерами хомо луминус. Сама практика создания светового тела выходит за рамки этой книги. Она требует подробнейших указаний, которым нельзя приступать, не пройдя многих лет предварительной практики и подготовки. По сути, для начала вам нужно в совершенстве освоить все практики, описанные в этой книге и добиться мастерства в цикун и внутренней осознанности. Когда свет осознанности направлен внутрь, путь к световому телу открывается сам собой, указывая ученику направление. Строго говоря, наше сверхсознание указывает нам курс каждую секунду. У эволюции есть траектория, которой мы слепо следуем. Световое тело это следующий уровень нашего роста. Важно помнить, что это не конец пути. Достигнув осознанности и обессмертие в свое сознание при помощи светового тела, мы продолжаем расти и становиться все осознанней. Помните, во фрактале, вечно находящемся в движении, не существует конца. Конечное мышление это лишь отличительная черта нашего двойственного сознания. На самом деле, чем дальше, тем интереснее. К несчастью, большинство людей проживают всю жизнь, так и не поняв, что происходит. Я хотел бы ненадолго задержаться и пояснить, что означают слова «обессмертить свое сознание». В индуистской традиции принято считать, что, воплотившись на земле, мы соглашаемся стереть все свои воспоминания, чтобы вновь пережить поиск и обретение себя. С каждой последующей реинкарнацией мы проходим новые уроки и работаем над развитием осознанности, пока не достигнем ее. Совершив прорыв, мы осознаем свою истинную природу и просветляемся. Однако, с развитием Homo Luminus мы, по сути, разрываем цикл рождения и смерти, потому что нам больше не нужны физические тела, чтобы существовать на трехмерной земле. Мы прошли полный цикл и объединили инь и ян, чтобы стать активным проводником великого Тао. Говорят, что в других измерениях, достигшие просветления люди, редкое и желанное зрелище. Вероятно, это связано с тем, как мало людей выпустилось из земной школы за последние пять тысяч лет. Но время пришло, и это наше время, и нам предстоит либо успеть проснуться и эволюционировать, либо погибнуть вместе со всей экосистемой. праздник поддержки по грамоте кто хрена «эвыуууууууууууууууууууууууууууууууууy» Продолжение следует...